Майка весенняя. Оригинальная модель, современный силуэт, трапециевидная выкройка на базе кимоно, телеоспущенная линия плеча и зауженный рукавчик. Основной оригиналь, конечно, придает сочетание горизонтальных и вертикальных полос, которые визуально делят нашу фигуру на части, тем самым делая нас гораздо изящнее и стройнее. По низу окантовка полный эластик, но если у вас нет двухфантурной вязальной машины, вы можете использовать тоненькую планочку, такую, как я использую при оформлении линии проймы и горловины. Вязание у нас долевое, снизу вверх, поэтому вы можете вязать и тонику, и платье. Длина не ограничена. Единственное ограничение это петли. Ширина нашей вязальной машины не больше 200 игл. Основной уровень вязания начинающих. Если у вас в процессе вязания не слетают петли с игл, вы прекрасно свяжете такую майку. Кстати, расчеты я тоже предлагаю для начинающих. Я не строю выкруговый внутральный размер, не пользуюсь программами или калами, поэтому предлагаю вам схему вязания. Универсальный силуэт майки позволяет небольшие погрешности в расчетах, поэтому если вы не уверены в себе, не уверены, что сможете правильно рассчитать, не пугайтесь. Плюс-минус 2 см в ширине никак не повлияют на общий вид изделия. Основной изюминкой майки, конечно, является ворот шар, который не утяжеляет, не висит на шее, не наматывается на нее, а сзади представляет из себя интересный ворот, а спереди продеваются специальные отверстия. Швы у майки наружные. Это не только отличная отделка, но еще и очень практичное оформление, потому что если вы будете вязать ажурами, жаккардом или полосками, эти швы прикроют все неровности краев и протяжки от вязания. Быстро, просто, легко и практично. Вязала я майку из слонинской пряжи, тоненькая, 1500 метров, 3 сложения. За счет шарфа это не самое легкое изделие. На 44 размер ушло 200 грамм.